Продолжение следует... У нас, так нескромно скажу, есть чем гордиться. Мы имеем в виду даже связь с Ленинградом. Через несколько лет после создания объявления этого места городом, через 6 лет была создана армянская община Питера. В 1791 году указом Екатерины было выделено на вашем острове, на Васильевском, на второй линии место для армянской церкви, а на Смоленском кладбище земли под создание кладбища армянского. И это все было в 18 веке. На протяжении всей истории нашей армянства в Питере мы как бы себя оказали таким желанием быть рядом с русскими всегда, с Россией. И это проявлялось во многих наших делах, в наших работах. Если нам чем гордиться, мы знаете, мы армяне, вот небольшая республика так оказалась после турецкого геноцида. Она стала в рамках небольших, там где-то 20% нынешней армии, составляет от той армии, которой было. Но мы вот этой маленькой республики, маленькой земли в советские годы дали 5 маршалов. Например, такого не было. В 1912 году, в 1819, 13 армянских генералов вместе с русской армией вошло в Париж. И у нас есть имена, которые, они как бы скрываются под окончаниями неармянскими, типа Вахтангов, типа Айвазовские. Кого-нибудь сегодня назвали. И так далее, многое. И у нас есть чем гордиться. Мы первая страна, принявшая христианство, это Армения. Мы, вот девушка там говорила, что первая страна в Азии, мы не в Азии, мы в мире одни из самых древних. То есть мы, город Ереван, он, возраст его города Еревана больше, чем Рима, например. Вот я благодарен вам всем, что вы выбрали мою республику, мой народ, как объект для интереса. И я думаю, что есть там, что вам посмотреть. Вот вам предложили Параджанова, тоже из наших армянин, которые гениальны. Инги Барова. Это все, я говорю, те, которые фамилили как бы с обезьянов. И вот есть что посмотреть даже в тех ваших интернетах, которыми вы живете. Там много всего этого есть. Спасибо вам за внимание, спасибо за отношение такое к нам, спасибо за интерес этот. И очень надеюсь, что он будет у вас только возрастать. Спасибо.